Но после того, как я на себе испытал все последствия вегано-сыроедения, я начал честно смотреть на факты. Хочу надеяться, что я допустил где-то ошибку. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Сасурин Борис, вы находитесь на видеоканале проекта «СМТ – Научный подход», и сегодня я хочу с вами продолжить разговор о различных системах питания, таких как сыроедение, сыромоноедение, веганство и вегетарианство. Здесь ознакомьтесь с моим предыдущим роликом о китайском исследовании или, иначе говоря, Библии сыроеда. Некоторые выбирают эти системы питания из-за того, что беспокоятся о правах животных и беспокоятся об окружающей среде. Для многих же людей в мире вегетарианство связано в основном с экономией мяса, стоит намного дороже, чем, допустим, рис или фасоль. И у нас живые примеры в Индии. Причин для становления просветлённым человеком через отказ от пищи животного происхождения множество. Основные из них – это мнимый страх перед мясной пищей, который приписывает самые различные болезни – от рака и закисления организма до отравления души и тела токсинами, которые нужно обязательно вывести. Другими мотивами может быть участие в религиозных организациях, советы друга, гуру, живые примеры людей, которые на данном типе питания стали стройными, здоровыми, подтянутыми. И вообще молодцами огурцами. И кто-то хочет жить долго, кто-то считает отказ от мяса шагом к духовной чистоте. У сыроедов, например, есть своя тусовка, свои гуру, свои специалисты и даже врачи. Это целая культура. И стать частью этой культуры для многих людей служит не только мотивом начать, но и тормозом, когда окружающие люди начинают говорить, что-то с тобой вдруг сыроед не так, что-то ты стал бледным и худым и заторможенным. Но адепты не послушают, ведь у них есть уже свой клан, своя секта, где участники поддержат тебя и осудят окружение. Ведь окружение ничего не понимает, они не посвящены в ряды сторонников, они не знают правды. И это самая страшная из проблем, ведь вытащить родного человека из секты порой оказывается невозможно. Часто мотивом служит приобщение к сообществу людей, которым не чужды сострадание к близкому альтруизм и пацифизм. И в большинстве случаев это один из самых главных мотивов. И на мой личный взгляд это человечно и очень достойно. Но вот методы – это другой разговор, и как раз сегодня мы их разберём. Сегодня мы поговорим об обратной стороне сыроедения и веганства, о том, о чём вам не расскажут те, кто уже не может говорить. Те, кто зарабатывает деньги, читая бредовые семинары о вибрациях струн, ДНК и имеют свой интерес, они никогда вам не скажут о том, почему данный тип питания может принести проблемы. Но вы находитесь на канале СМТ «Научный подход», и мой долг – предупредить вас об этом. И я обозначу свою позицию сразу. Любой сыроедческий и веганский рацион можно составить так, что он будет соответствовать и стандартам диетических ассоциаций, и методологическим нормам. Он даст желаемый результат и просветление без сторонних проблем. И даже для полноценного вегетарианства, если вы не знали, и именно вегетарианства, когда в рационе присутствуют продукты животного происхождения, всё равно недостаточно просто исключить из диеты мясо и другую пищу животного происхождения. Необходимо заменить её на схожую по пищевой ценности пищу и правильно спланировать диету. Но в массовой культуре нет правильного планирования, ничего этого нет. Есть строгие принципы, вроде сыром и наедения, когда мы едим один продукт в течение очень долгого времени. Есть ядерные системы очистки, вроде ежедневного клизмования с выходом в астрал. Есть совершенно необоснованные наукой ограничения по приёму определённых продуктов. И всё это приводит нас не к здоровью, а наоборот к болезням и проблемам. И все эти схемы не имеют научного обоснования. Но эти схемы популярны. И этими схемами пользуется большинство. А значит, в большинстве своём эти схемы и правила и есть веганство, и есть сыроедение, так как большая часть приверженцев разделяет и пользуется этими методами. Данный ролик является обзорным. Я при всём желании не смогу в рамках одного ролика разобрать все вопросы подробно. Но есть и хорошая новость. Я решил взяться за сыроедение основательно и разобрать каждый вопрос. Поэтому выпусков будет много. Всё, о чём я говорю, это не притянуты за уши домыслы. Это реальные факты. Я в сфере питания, у меня есть определённый опыт, и у меня есть клиенты, сыроеды и веганы, с которыми мы восстанавливаем здоровье. И это совсем не просто. Итак, чем питаются сыроеды и веганы? Сыроедение исключает любые продукты животного происхождения и допускает употребление исключительно сырой растительной пищи. Есть ответвления вроде фрукторианства, когда едят только фрукты. Есть моноедение, когда едят только один определённый продукт. И чем строже вот такой протокол, чем больше сужается это бутылочное горлышко, тем больше проблем на выходе со здоровьем. И первое, о чём нужно поговорить и с чем сталкивается первый год начинающий веган-сыроед – это проблемы с зубами. Вся информация гуглится на раз-два для скептиков. Используемые в ролике картинки в большинстве своём – это фотографии реальных людей-сыроедов, которые не возвращаются к нормальному типу питания, а ищут способы остаться с сыроедом и решить эту проблему, что уже вызывает вопросы об адекватности тех, кто спрашивает их. Можете поискать на форумах и в группах, и ВКонтакте. У сыроедов и веганов выпадают зубы, оголяются шейки зубов, появляются диснеевые карманы, слазит эмаль зубов. И этот список можно продолжать. Это так называемая эрозия эмали – первый стоп-сигнал. Эрозия эмали – это поражение эмали зубов, а в некоторых случаях и дентина. Эрозия – прогрессирующая убыль ткани зубов. И в англоязычной литературе называется это Acid Erosion. И без лечения всё это приводит к потере всей внешней эмали зуба и части дентина. И это невосполнимая потеря. Да, отнюдь зубы не растут заново, и эмаль не восстанавливается. Это сказки. А в сказки люди любят верить, особенно тогда, когда уже потеряли все зубы. Каковы причины возникновения этих проблем у сыроедов и веганов? Причин несколько. Причины возникновения эрозии можно разделить на химические, механические и гормональные, или эндокринные. Естественно, этиология или причина развития эрозии эмали тщательно изучается. Но главная и основная причина – это химическое воздействие на зубы. Слюна является комплексной биологической жидкостью, которая осуществляет минерализацию зубов. Да, зубы находятся в постоянной борьбе за существование, как и мышцы, о которых я рассказывал в этом ролике. Слюна – это жидкость, которая поддерживает равновесие между катаболизмом и анаболизмом эмали, или между деминерализацией и минерализацией зуба. И главным фактором этого равновесия является pH, или кислотность слюны, от которой зависит концентрация кальция, концентрация фосфора и концентрация втористых соединений в растворе слюны. И в настоящее время установлено, что слюна при нормальных условиях, где-то pH 7, она пересыщена кальцием и фосфором. А вот при pH 6 ротовая полость и жидкость в ней становятся кальцидефицитной. А это значит, что чем кислее среда в ротовой полости, тем больше у нас проблем. И самой частой причиной эрозии, как вы уже, конечно, догадались, являются кислые продукты и напитки. Пищевые напитки с pH ниже 5, согласно многочисленным клиническим лабораторным отчётам, вызывают эрозию зубов. Кислые напитки и продукты понижают уровень pH в полости рта и тем самым вызывают деминерализацию зубов. И это в первую очередь фруктовые соки, вино, пиво и газированные напитки. А, кстати, апельсиновый сок – полезный продукт, является пионером среди фруктовых соков по отрицательному воздействию на зубы, и также это справедливо для кислых фруктов. Нам необходимо вспомнить и другие напитки, конечно, как кока-кола, лимонады и прочие кислые. И именно поэтому продвинутые педиатры не рекомендуют детям употреблять соки в больших объёмах. Но проблема как раз не в соках, проблема не в напитках, а проблема в чистоте их потребления. И в этом веганы и сыроеды преуспели. Соки и прочие продукты они потребляют в огромных, просто колоссальных количествах. А это вызывает заболевания ЖКТ, о которых мы скажем ниже. Диеты сыроедов славятся так называемым переходом на сыроедение, когда человек постепенно отказывается от мясной пищи и начинает обильно потреблять растительные продукты в виде соков или смузи. И, кстати, шутки ради, есть специальный аппарат для сыроедов, который делает сыроический сок, в котором сохраняются вообще все, что только можно – полезные минералы, витамины, всё, что может сохранить сок. Но вы скажете, ведь сок – это уже не совсем природный продукт, и он явно не подходит сыроедам, которые ближе по природе, ближе к сырой пище, природного происхождения. Но этот логический диссонанс легко можно решить, если купить специальную сокосыроедческую выжималку. Пей сок, оставайся сыроедом полностью. И да, слюна выправляет pH в норму. Если пищевые продукты, содержащие кислоту, употребляются в большом количестве, уровень кислотности не может быстро восстановиться. И вдобавок в исследованиях показано, что фруктовый сок является наиболее устойчивым к нейтрализации слюной напитками. И ещё существует порядочное количество факторов, которые влияют на здоровье зубов у сыроедов и веганов. И подробно данный вопрос мы разберём в следующих выпусках. А сейчас тезисно. Многие сыроеды пытаются решить проблему с зубами и принимать дополнительные добавки, но не меняя рацион. Некоторые принимают по незнанию витамин С. А вдруг цинга началась, о которой я рассказывал, кстати, здесь. Ряд препаратов, таких как витамин С и некоторые витаминно-минеральный комплекс с препаратами железа, они имеют кислую реакцию и могут привести к эрозии. Особенно любителям рассасывать таблетки с витамином С. Да, эти вещи, несомненно, полезны для сыроедов и веганов. На деле мы пытаемся улучшить самочувствие дополнительным приёмом железа, а в результате только усугубляем проблемы с зубами. О нехватке различных витаминов в рационе сыроедов и веганов будет тоже в следующих выпусках. Особенно подробно мы поговорим о витамине В12, всеми так любимым. Большой вклад в здоровье всей костной ткани, волос, ногтей, зубов вносит жирорастворимые витамины, преимущественно встречающиеся в пище животного происхождения – витамины D, витамины К2 и витамин А. И эрозия эмали зубов может возникнуть на фоне патологии эндокринной системы, в частности, заболеваний щитовидной железы и половых желёз. А гормональные проблемы, снижение фертильности – это нормальный пункт нашего повествования. У сыроедов это встречается повсеместно. У женщин с некариозными поражениями зубов выявляется пониженное содержание ионизированного кальция и магния в крови, и повышение биохимических маркеров костной резорпции, снижение показателей минеральной плотности костной ткани. Да, кальций, магний – всё то, что человек на стандартной диете с включением продуктов животного происхождения получает в достатке, может быть, конечно, и не в достатке, но явно в большем количестве, чем получают сыроеды или веганы. Пара отзывов. Реальные люди, реальные фото, год на сыроедение, хорошее состояние зубов. Единственное, что плохо – выпали пломбы с трёх зубов, но только пломбы. Сами зубы ни капельки не крошатся и не пострадали. Выпадение пломб я связываю с тем, что они просто не выдержали такого резкого перехода от кашек и какашек к твёрдой, сырой пище, которую надо грызть и прожёвывать дольше. Вот и всё. Восстанавливать зубы я не спешу. А нафиг они мне, будущему пранаеду? Более того, продвинутые гуры объясняют, что на самом деле это нормально, что это признаки того, что ваше тело выводит токсины и проводит детоксикацию, позвольте сказать, через зубы. И поэтому в норме, когда вы впервые переходите на сырый день, они у вас выпадают. Следующий отзыв. Проблемы с волосами сильно выпадали с 2008 года и с ногтями. Ломкость не могла отрастить длинные ногти, хотя раньше было всё супер, стали замечать, что пропала активность, наши друзья очень активны по сравнению с нами. А вроде должно быть всё наоборот, но нет, суперчеловеками мы так и не стали даже наоборот. Появилась бледность, худоба в лице, хотя вес тела хороший. Что ж, настало внести свои 5 копеек. Прошло 2 года с хвостиком с момента моего перехода. Несмотря на то, что я почти уже ушла с этого форума, я всё же напишу о своих результатах. Итак, сыроедение на фруктах, овощах, корнеплодах, орехах. Плюсы. Очищение кожи, физическая лёгкость, выносливость, раскрепощение тела, ощущение чистоты в теле, устойчивость к простудам. Минусы. Мерзлявость, частые мочеспускания, ухудшение состояния зубов, хруст суставов, вздутие живота. Сыроедение на злаках, повышение физической активности, уменьшение выпадения волос. Минусы. Ухудшается состояние кожи, ощущение неприятного чувства во рту, запах, пища не переваривается. Я сыроед 1 год и 3 месяца. Неделю назад начал потихоньку переходить обратно на обыкновенную пищу. У меня не было срывов совсем, я не злоупотреблял в это время никакой термообработной пищи. Появились проблемы с зубами, волосами, парадонтоз, кариес, зубы пожелтели. Память ухудшилась, потом опять улучшилась. Оглядываясь назад, я могу отметить, что в это время была мне свойственна повышенная агрессивность. Сыроедение не дало никаких энергетических преимуществ, скорее наоборот. Надоело заморачиваться с пищей, я должен вести социальную жизнь, а сыроедение мне очень отдалило от друзей и коллег. И это вторая причина перехода обратно. Хотя само сыроедение меня не напрягало, у меня практически не возникало блюдоманских желаний. Я ел всё – фрукты, овощи, зелень, орехи, семена. Считаю, что как кратковременная диета, сыроедение прекрасно, а как долговременная – не знаю. Хочу надеяться, что я допустил где-то ошибку. Падение либидо почти до нуля. На женщин стал смотреть, как на мебель. Секса не хочется совсем, да и чисто физически не могу заниматься им чаще, чем 2-3 раза в неделю. Потеря мышечной массы, тяжелее выдерживать физнагрузки. Я бывший качок, занимался на любительском уровне с детства. Последние 7-8 лет полностью отказался от тренажеров и заменил их турником, брусьями и приседаниями. Но даже с учётом потери веса, на сыроедение я скинул около 8 кг, заниматься стало тяжелее. Повышенная мерзлявость зимой, даже не в мороз приходится постоянно носить термобельё, на обычном питании так не замёрз. Постоянное желание жрать. Сыроеды пытаются вернуть своё утерянное здоровье такими издевательствами над своим телом. И они хотят это сделать очень необычным образом. Они начинают пробовать разные методы обойти проблемы, не желая признавать, что на самом деле проблемы именно в системе питания. По поводу зубов сыроеды рекомендуют есть более дробно, нечасто. Ведь суперчеловек не может есть часто, ибо в совокупности с твёрдыми приёмами пищи, с соками, пища повреждает эмаль зубов сильнее. И поэтому сыроеды рекомендуют пользоваться специальными щётками. Более-менее зрелые фрукты потреблять, не кислые. Далее же, конечно же, идёт чистка зубов содой, которая, на самом деле, не совсем плоха в качестве зубной пасты, но там есть тоже нюансы. Также сыроеды используют перекись водорода, чтобы улучшить состояние зубов. Полоскают им рот и чистят зубы. Им становится легче. Да, зубы белее. Это же чудо. Почитайте о том, как делают отбеливание зубов и что означает улучшение цвета зубов в сторону белого. Это потеря эмали, что, собственно, и делают стоматологи. Именно поэтому не рекомендуют часто проводить отбеливание зубов, потому что это исключительно вредно. И делают всё это до перекиси водорода. Есть ещё травяные настои, полоскание. И все эти меры в большинстве своём только ухудшают положение. А если учесть просто колоссальные объёмы углеводной еды, которую потребляют сыроеды, неудивительно, что в ротовой полости всё становится очень плохо. Сухофрукты и дегидрированные продукты прилипают к зубам и обеспечивают прекрасное питание для кислотопроизводящих бактерий. Они вдобавок вызывают кариес из-за заболевания зубов и дёсен. Сахар и другие продукты, способные к брожению, как углеводы, после того, как гидролизируются амилазы слюны, о которой я рассказывал вот тут, они обеспечивают субстрат для действия бактерий в полости рта, которые ведут к кариесу. А ещё на фоне общего истощения падает иммунная система, и, следовательно, антибактериальные свойства слюны тоже снижаются. А в слюне содержится множество компонентов – лизоцин, пероксидазы, дефензимы, цистатин и различные антитела. На выходе вы уже знаете, что происходит с зубами. И это мы говорим пока преимущественно о зубах, не буду останавливаться на этом, двинемся дальше. Главное – совсем не двинуться. Вторая серьёзная проблема у сыроедов – это проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вздутие, газы, отрыжка, обжорство, панкреатит, гастриты – весь этот замечательный набор у них присутствует. Каковы причины? Причины очевидны. Всё просто. Вздутие живота, метеоризм – это то, на что решительно не обращают внимания адепты. У человека метеоризм проявляется вздутием живота, появлением в нём распирающей боли, дискомфортных ощущений и выделением большого количества кишечных газов. Пациентов беспокоит вздутие живота, урчание, переливание, булькание. И заболевание сопровождается чувством тяжести и распирания. И в более редких случаях больных беспокоят тупые боли в средней части живота. Со временем стул становится более частым, светло-жёлтого цвета или кашицеобразным, и фрагменты неперевариваемых фруктов и овощей присутствуют в стуле. Пеница имеет резкий кислый запах. Заболевание сопровождается отхождением газов и в редких случаях кислой отрыжкой. Для бродильной диспепсии характерны симптомы интоксикации – тошнота, головная боль, слабость, раздражительность. Основная причина, как вы догадались, – это большое количество простых сахаров из фруктов и большое количество клетчатки из овощей. Объём потребляемой клетчатки выходит за рамки всех возможных норм вообще. Вдобавок всё это сверху шлифуется большим количеством орехов, которые, как известно, на 20-50% состоят из жира. 100 г орехов даёт порядка 30 г жиров растительного происхождения. Я думаю, что каждый из вас знаком с проблемами с пищеварением после потребления орехов в больших количествах, особенно, когда они жареные и вкусные. И всё это вместе ведёт к проблемам, даёт бурный коктейль из продуктов, которые провоцируют появление симптомов бродильной диспепсии. Питание, богатое углеводами, особенно если в пище употребляется грубая растительная клетчатка в большом количестве, даёт именно такую реакцию. Но клетчатка – это вклад. Давно известно и изучено, что увеличение двигательной функции в области тонкого кишечника происходит из-за раздражения стенок грубыми волокнами растительной клетчатки. А это снижает время, которое необходимо для обработки углеводов. То есть, у нас усиливается перистатика и снижается время на переваривание. И углеводы способны особенно активно в данном случае в сочетании с клетчаткой вызывать брожение. И такие углеводы называются food maps. Это англоязычный акроним, обозначающий короткоцепочечные углеводы – олигосахариды, дисахариды и моносахариды и близкие к построению сахароспирта полиолы, которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газообразованию. Существует порядочное количество свидетельств тому, что диета с низким содержанием food maps из рациона имеет положительный эффект для людей, страдающих от синдрома раздражённого кишечника и от других функциональных сжелудочно-кишечных расстройств. Вопрос изучен подробно ещё и потому, что западная диета подразумевает большое потребление подобных соединений в виде кукурузного сиропа corn syrup, который западные производители добавляют туда, куда только можно – в конфеты, в напитки, в шоколадки и в другую рафинированную мусорную или junk food пищу. И не зря, ведь он дешевле сахара. Но есть загвоздка – в процессе производства глюкозы превращается во фруктозу в этом corn syrup. А это самый типичный food map углевод. Из подобной проблемы сталкиваются любители диетического шоколада и других радостей для диабетиков, в которых наши производители добавляют фруктозу вместо сахарозы. Вот и всё. И получается не диабетический шоколад, а шоколад, который вызывает брожение. Но вернёмся к нашим страдающим от газообразования веганам и сыроедам. Фруктоза и другие производные, вроде фруктанов и инулин подобных соединений – всё то, что в колоссальных количествах потребляется сыроедами. Даже зарубежный портал рекомендует свои методы избавления от этой напасти, что ещё раз доказывает, что проблема есть, и её масштабы очевидны не только в Российской Федерации. Но это ещё не страшно, бог с ним, с газами. Пахнет, но не сильно. Проблема начинается далее. Вздутие, проблемы с пищеварением, повышенное внутрибрюшное давление от вздутия – всё это является факторами, которые способствуют развитию осложнений. Мы на канале СМТ «Научный подход» и будет правильно заметить, что нет продуктов, которые вызывают гастрит. Есть диетические режимы, которые повышают риск развития данных заболеваний, а риск развития определяется множеством факторов. Одним из них является генетика. Это, кстати, очень важное замечание. Я думаю, что многие врачи с вами, если вы об этом им скажете, согласятся. На данный момент очень мало свидетельств тому, какая конкретная пища может вызывать симптомы гастрита. Но мы знаем точно, что алкоголь, о котором я рассказывал вот тут, так как и агрессивная, острая, перчёная, жареная и, конечно же, кислая пища, они увеличивают риски возникновения данных проблем, особенно на фоне стресса, особенно на фоне общего истощения организма. Далее проблемы могут усугубляться гастроэзофагиальным рефлюксом и панкреатитом. Именно так. Панкреатит – это не шутки. Виктория сырых веган и сыроед умерла, например, от язвы. В 8 лет семья экопоселенцев из Житомирщины употребляли только растительную пищу, не употребляли мясо. После того, как они переехали жить в лес, испробовали различные системы питания, и теперь они принимают исключительно сырую пищу. На зиму запасаемся серьезно, поддерживает беседу Виктория. Квасим яблоки, заготавливаем много тыквы, ежедневно у нас каждый выпивает литр тыквенного сока, и с недавних пор мы употребляем сухофрукты, орехи, пророщенные зерна, темпинамбур, сухие грибы. Очень мы любим мак. Растираем его в макитре, добавляем в воду, и получается маковое молоко. Угощайтесь. Однажды сыну захотелось чего-то необычного. Он попросил в селе у хозяйки куриное яйцо, которое выпил сырым, рассказывает мать. Стёпа долго не говорил нам об этом, а потом всё-таки признался, что его понять можно. Его понять можно. И Викторию тоже понять можно. Она умерла от перитонита. Насколько я знаю, у него была язва желудка. И, видимо, это стало причиной перитонита. Такого исхода можно было бы избежать, если бы они обращались к врачам и изменили свой рацион. 1 литр сока в день. 1 литр – это только сок. Что самое неприятное, что один из видов гастрита, кстати, атрофический гастрит, вызывает снижение выработки внутреннего фактора кастла. Это фермент, который отвечает за усвоение витамина В12. А это, в свою очередь, ведёт к развитию В12-дефицитной анемии. Понимаете, как всё интересно связано воедино? Проблемы с желудком, проблемы с витамином. И этого вопроса мы коснёмся чуть подробнее. А что пишут люди, которые столкнулись с такими проблемами? Основной рацион тогда был фрукты, немного арахисы и совсем редко что-либо из овощей. Но, съедав даже 2-3 фрукта, я ощущал вздутие, бурление в животе. Ходил, как беременный, с надутым животом. Есть не мог, и физически было тошно, а что в голове я был ещё какой-то голодный, голодный. Как результат, сильная недовольтворённость и частое полудепрессивное состояние. Я стал понимать вечное недовольство жизни пожилых людей, когда была тотальная слабость. Были ещё описаны чёткие симптомы, которые я попал на все стороны. Вздутие живота, круги под глазами, желтоватый тусклый цвет кожи. Нет никакой тяги на овощи, если я ем их больше, чем надо, пучит. Неспособность долго обходиться без еды. Для девушек сюда мы можем ещё добавить полное прекращение месячных. Меня очень удивило, что когда я расписался в своём состоянии, многие отнеслись к нему с опаской. Мне был дан совет – поменяй процент фруктов и овощей в рационе местами. Моё удивление росло. Что-то в голове сильно сопротивлялось, а я просто не хотел принимать информацию, не поддерживающую мои привычки и убеждения. Вот человек, который рассказывает об этом с форума, он в отчаянии, но он не может отказаться от режима, который привёл его к таким последствиям. Его мучают чувства вины, что он что-то сделал не так, а сроидение ведь спасает жизни. На форуме ему подсказали, что он, конечно, делал всё неправильно. И только после того, как он урезал рацион до яблок и морковки, он наконец-то почувствовал себя легче. Или ещё один пример. Я перешла на сроидение, появилась изжога, боли в желудке. На диагностике обнаружили обширный гастрит и сказали, что нельзя есть сырые фрукты и овощи. Мне не хотелось уходить с правильного питания. Что же вы посоветуете мне сделать? И ещё один отзыв. Сейчас про сроидение. У меня от этой вашей сырой пищи начался гастрит, до этого не болело никогда. Переходил постепенно в течение двух лет отказ от сладкого жирного вегетарианства, веганства, сроидения. Сроидкой была около 4 месяцев. И это не криз, а самый настоящий гастрит и авитаминоз. И ещё один отзыв. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Я уже год на неполном сроидении и 4 месяца на 100% вегетарианском сроидении. До этого овощей и фруктов практически не ела. С переходом у меня возникло постоянное вздутие живота, как на 6-м месяце беременности, даже утром после сна. Живот вздувает, постоянная отрыжка бывает, иногда колосерого цвета тяжести в животе. Сдавала анализы, всё, кроме амилазы, она у меня 60, а должна быть 30. Кстати, хороший индикатор панкреатита. Нормально ли это? Что это может быть? Или, может быть, вздутие самой собой прекратится и со временем вернётся? Спасибо. И самое ужасное, что этот веган и вообще веган-комьюнити реагирует на подобные рассказы просто. Ты неправильно перешёл на середине, друг мой, ты неправильно обрабатываешь фрукты, тебе нужно добавить ещё морковку и огурец в рацион, если ты ещё не добавил себе огурец в рацион. Ты ещё не перестроил свой организм, тебе нужна гранатная перестройка микрофлоры кишечника с помощью морковки. О перестройках и о том, что тело должно привыкнуть к овощам, и о том, что веганы выращивают у себя в желудке особые бактерии и в кишечнике, которые будут снабжать всеми необходимыми нутриентами, микроэлементами таких бредовых идей миллионы. Но это ещё не самое плохое. Вообще вся эта история очень страшная. Если попасть в сети таких вещей, то из них очень сложно выбраться. Самая большая проблема веганов и сыроедов – это дефицит калорий. На веганском рационе, тем более на сыроедческом, довольно сложно получить достаточное количество калорий из пищи. О калориях уже был здесь разговор. Часто говорят о недостатке белка, что действительно встречается повсеместно. В овощах мало калорий. Фрукты тоже не являются источником большого количества калорий. И во всех них содержание белка составляет с натяжкой максимум 3-5% на 100 г продукта. Чтобы вы понимали, для получения нижней нормы белка только из овощей и фруктов, на это, получается, нужно около 80 г для 100-килограммового человека. Ему нужно съесть около 3 кг овощей. Минимум, самый минимум овощей и фруктов. Кстати, у сыроидов бывают срывы на обжорство. На форумах это обсуждается. Пишут, что это сластолюбие, это признак нелюбви к себе, признак душевной слабости. Ну, вы понимаете, но причина банальная – это недостаток питательных веществ, о чём экстренно сигнализирует нам наш мозг и наше тело. И некоторые умудряются съесть за день вплоть до 5 кг фруктов, но спасают сыроедов орехи, крупы. В них много белка, в них достаточное количество жира. Но, во-первых, не все едят орехи в больших объёмах, а во-вторых, этого не всегда достаточно, как минимум по жирно-кислому составу орехов. К сожалению, снижение жиров в рационе ведёт к проблемам с гормональной системой и половыми гормонами, и в первую очередь с холестерином. Здесь подробнее. И холестерин тут играет, кстати, не последнюю роль. Об этом я рассказываю. Более того, ещё подробно в следующих выпусках мы этот вопрос разберём и коснёмся новых изменений от FDA по поводу статинов и вообще холестерина. Кстати, один из интересных фактов. Орехи, бобы, семена, зёрна – всё, что так любят веганы и сыроеды, содержат фитиновую кислоту, которая влияет на усвоение витаминов и минералов. Подробнее можно почитать по ссылке на нашем сайте СМТ Научный подход, которая есть в текстовом варианте в описании к видео в данном ролике на YouTube. Там есть ссылка на фонд Western Price с обширной статьёй по этой теме. Как уже упоминалось, фитиновая кислота присутствует в бобовых, семенах, орехах и злаках, особенно в отрубях во внешней оболочке. В двух словах, фосфор встроен в молекулу фитиновой кислоты, так, что для большинства животных, кроме жвачных, и человека этот микроэлемент не является биодоступным. Кроме того, фитиновая кислота зажимает фосфор. Лучи, похожие на снежинку, вот эти молекулы, они связываются или хилируют другие необходимые нам минералы – кальций, магний, железо и цинк. Тем самым с помощью связей препятствует их усвоение. И для людей, питающихся по большей части цельными зерновыми и бобовыми из необходимости и по любым другим соображениям, фитиновая кислота становится причиной жёсткой минеральной недостаточности. Очень забавно и иронично. Мы пытаемся повысить норму витаминов, минералов, белка в рационе с помощью орехов, тем самым снижаем потребление витаминов и их абсорбцию. Помимо большого количества углеводов в рационе, низком количестве жира, низком количестве белка, мы ещё в дефиците калорий. А при дефиците калорий в питании наблюдается снижение уровня лептина, инсулина, тестостерона, гормонов щитовидной железы. При этом уровень грелина и кортизола повышается, и особенно явное снижение гормонов Т3 и Т4 щитовидной железы. Это низкий уровень тиреоидных гормонов, а он часто вызывает общее замедление скорости метаболизма, отёки, о которых я рассказывал тут, нехватку сил, повышенную чувствительность к холоду, простудным заболеваниям, выпадение волос, ногтей и всем остальным. И к слову о мерзлявости, о которой все говорят, слабость, потери физической силы, нервные тики, спазмы, прыщи, круги под глазами, снижение когнитивных и интеллектуальных способностей, общий упадок, выпадение волос и ногтей, неконтролируемый голод, потери либидо, отсутствие месячных, недостаточная продукция молока для кормящих матерей, общий недостаток жизненных сил, низкая температура тела, всегда холодно, выпадение волос, ногтей, проблемы с суставами, неспособность к зачатию. Вы хотите стать половым гигантом на сыроедческом веганском рационе? Это нереально без дополнительного обогащения рациона, а диета со слишком низким содержанием жира однозначно повлияет на ваш тестостерон, так же, как и отсутствие холестерина в питании. И сейчас будут под конец примеры реальных людей с проблемами реальной факты без злоупотреблений наукообразными терминами о питании через шишковидную железу, особенно по выпадению волос и ногтей. Механизм ясен, но его мы ещё разберём подробнее. Итак, я пришла к выводу, что все эти восторженные отзывы пишут душевнобольные люди. Начитавшись данной информацией на форумах различной книги, я сразу же перешла на этот вид питания и 8 месяцев честно употребляла овощи, фрукты, зелень, проростки. И в итоге из жизнерадостной, здоровой, цветущей девушки я превратилась в жалкое существо, боящееся лишний раз показываться людям на глаза. Но тогда, находясь в эйфории от прочитанного, желание стать ещё краше, сохранить и промножить свою красоту, я заработала себе анемию – жёлтую кожу, низкий тонус, отсутствие каких-либо желаний и интересов, думающий только о том, что буду есть сегодня из сырой пищи. Даже сколы на зубах, ломки и ногти не остановили меня. Прозрение наступило после того, как в магазине сырой еды, куда я постоянно в силу своего питания заходил, я увидел одного человека, работающего там и являющегося сыроедом 2 года, совершенно чёрными из-за отсутствия эмали зубами. На мой вопрос он так и не ответил. Он сказал, что это нормально, что скоро он переродится и эмали восстановится. А теперь история девушки, анализы которой отображают ужасную картину на уровне кровопотерей во время аварии. Если вы не верите, распечатайте анализы, которые найдёте по ссылке на сайте или в моём видео здесь, отдайте гематологу или врачу скорой помощи, а ещё лучше врачу анестезиологу, реаниматологу или врачу неотложных состояний. И вы услышите очень много интересного. Если у вас такие врачи есть, я был бы очень рад слышать от вас отзыв в комментариях к видео. Началось всё так, только сырые овощи, фрукты, зелень, орехи, семечки, сухофрукты, мёд, молоко. Сначала была лёгкость, аппетит. Это удобный рацион, поесть можно где хочешь, когда хочешь. Красиво, вкусно. Баловалась пророщенными зёрнами, крупами, сырыми, разными орехами. Пробовала семечки. Сначала придумывала всякие мешанины, помидоры, авокадо с красным луком, зеленью, зелёный горошек, тмин, паприка, миндаль с мёдом, кунжутом. Перепробовала всю эту экзотику, наелась, чего в путешествиях встречала. Было интересно, вкусно. Потом стала есть что-то одно. Началось. Куплю дыню, ем её целый день. Черешня пошла, сижу на ней неделю. Привезли мешок орехов, чередую с гранатами или персиками. Почти полностью перешла на фрукты. Я предвижу реакцию сыроедов, что я засланный казачок, что работаю на врачей, чтобы люди болели. Весь этот бред можно прочитать на разных форумах. И у врачей была прибыль. Поэтому могу показать анализы и фото, какое я была до середины и во что превратилась после. Года два у меня планомерно выпадают волосы. Их было много, выпали все. Конечно, от прежнего объёма осталась треть чёлки. Ногти растут плоские или не растут вообще. Были шикарные. Исклеры были белые. И что-то меня торгнуло, что все проблемы связаны не с эстетическими проблемами, а связаны с тем, что внутри. Полгода, как я не могла выспаться и не могу, хронически насилую себя на работе мантры – силы жить, силы жить. Дышать нечем. Сердце стучит от всего, только чего можно. Мне по лестнице подняться выше второго этажа очень сложно. Крылья не помогают. На ангела я не похожа. Бледная, с чёрными синяками под глазами, кожа тонкая, хоть на лекцию по анатомии ходи или на съёмочную площадку массовку вампиров без грима. На сыроедоманоедении я просидел 3 года. И, кстати, один из разборов анализа другого вегана вот в этом выпуске. Далее идёт ещё одна история, более тревожная. Это и происходило на Западе. Будьте уверены, что в скором времени в России количество веганов и сыроедов будет только расти, как уже развито на Западе. И такие люди будут встречаться всё чаще, учитывая популярность и наш менталитет, наш размах души и натуру рубить с плеча, что, кстати, очень ценно, если бы рубили в правильном направлении. Вследствие моего интереса к философии и веганству я стал сыроедом-веганом. Я уже не чувствовал себя таким здоровым на этом варианте диеты, и через 5 лет я практически не мог ходить. Я практически стал инвалидом из-за своих ног. В ванную комнату приходилось идти ползком, у меня обнаружили недостаток витамина В12, связанный с ним анемию. Я начал принимать добавки этого витамина и есть молочные продукты. В то время, когда я был веганом, я проповедовал направо и налево в эту философию. Я по-настоящему верил, что это лучшая диета. Всегда, когда я слышал, что сыроед-веган говорил о своих проблемах со здоровьем, я тут же объяснял это или очищением детоксикации организма, или неправильным следованием диете. Но после того, как я на себе испытал все последствия вегано-сыроедения, я начал честно смотреть на факты. Из-за того, что я к этому времени был уже признанным пропагандистом сыроедения и веганства, я на короткой ноге с другими такими же экспертами. Я часто посещал их дома и сходился с ними ближе. Я обнаружил, что многие из этих известных, признанных ораторов, экспертов, авторов были подвержены приступам паники, беспокойства, клинической депрессии, разнообразным проблемам с мышцами и кожей. Тем не менее, что бы ни было, тяжелее всего они не хотели говорить об этом. Я не буду называть имена, потому что это бы означало предательство по отношению к доверительным отношениям. Но многие из этих людей звонили мне, когда им нужен был свой совет, чтобы справиться с этими проблемами. Потом на следующей конференции о сыроедах, веганах эти люди начинали восторженно пропагандировать превосходные преимущества стопроцентной веганской диеты, ставя свои автографы на копиях своих книг и негативно отзываясь о тех, кто ел приготовленную пищу, и тех, кто был частично сыроедом, и тех, кто не был веганом. Это было основным тем, что открыло мне глаза. Я осознал, что если человек так зарабатывает на жизнь и получает свои позитивные эмоции от того, что он эксперт и автор книг в области сыроедения, то ему будет очень сложно признать, что эта система питания не работает лично для него. Это бы означало, что его собственные книги не имеют никакой ценности, и что ему придется найти другой способ зарабатывать себе на жизнь. Но была и другая причина. Почему эксперты, авторы работ и в этой области сыроедения веганства, так же, как и неизвестные никому сыроеды веганы, не хотят публично признавать свои проблемы касательно вегано-сыроедения. Дело в том, что этим людям стыдно признать свои проблемы такого рода. Каждый из них ведь верит, что такое происходит только с ним. Особенно это касается приступов паники, беспокойства и даже депрессии. У меня был случай, когда я был в комнате с семью экспертами в области сыроедения и веганства, и из личного общения знал, что у каждого из них были проблемы. В то же время каждый из них думал, что это так происходит только у него. Рассматривая меня в качестве авторитетного источника, каждый из них консультировался у меня, но чувствовал неудобным делиться своими проблемами с другими. Я однажды жил с несколькими сыроедами-веганами, и каждый из них в итоге имел нервные расстройства, такие как, например, приступы паники. Каждый из них посещал форум сыроедов и спрашивал, можно ли с этим справиться. И что может им стоит употреблять витамин В12? Модератор этого форума в ответ писал им, что эта диета работает великолепно, что у них, скорее всего, идёт процесс очищения, детоксикации. Тем не менее, я был личным другом модератора и знал, что другие люди на этом форуме не знали. Я знал, что модератор сам страдал ужасающими приступами паники и даже рассматривал вариант самоубийства. Он доверительно сообщил мне об этом, но на модерируемом форуме всё равно проводил генеральную линию партии. Все проблемы происходят вследствие очищения. Потом я прочитал выпуск «Chad Diet Health and Beyond», в котором бывшие студенты господина Фрая описали, как они становились инвалидами в результате такой диеты. Я прочитал другое интервью в этом журнале доктора-натуропата Natural Hygienist Doctor, который говорил, что эти проблемы со здоровьем без сомнения возникают в результате 100% сыроедческой диеты. Потом в городе недалеко от меня один из членов учредителей местной группы сыроедов-веганов умер очень молодым от сердечных проблем. Дома ему было около 49 лет. Доктор сказал жене, что тело его съело само у себя и разрушило его сердце в результате недоедания. Его тело не получало достаточных питательных веществ на этой диете, и организм просто истощился и умер. Когда его жена поделилась этой информацией с членами группы сыроедов, ей ответили, что доктор ошибается. Если ты собираешься отрицательно отзываться об этой диете, ты уже нам не нужна. Также есть история о женщине из калифорнийской группы поддержки сыроедов-веганов. Она ответила, что у нас тоже как раз умер мужчина от того же. Доктор сказал, что это тело начало есть с самого себя. Я стал задумываться, насколько часто встречаются такие проблемы на самом деле. И таких отзывов миллионы, друзья. Но оправдание – неправильный переход на такой тип питания. Не смогли организовать свою микрофлору, неправильно вымачивали фрукты, слишком много токсинов в теле, или у вас неполный биосинтез, говорят, у вас биохимия другая, или бактерии в кишечнике растут не те, вы сами виноваты. И я не сомневаюсь, что у кого-то может быть всё хорошо. Не сомневаюсь. Можно считать, рассчитывать, читать медицинскую литературу, колоть витамины, делать себе прикорм из веганских сухих растительных смесей. Но большинство людей не учитывают этих нюансов. Никто не считает, все верят в чудеса, никто не верит в науку. Хотя все живы и могут снимать всякие ролики на YouTube только благодаря этой самой науке. Лично я не понимаю, зачем становиться заложником системы питания. Любой, будь то строгая бодибилдерская диета, будь то диета вегана, для меня, как для человека, который специализируется на этих вопросах и на вопросах питания, главное в любой системе – это результат. Результат должен помочь людям достигать своих целей, жить, обладая здоровым телом, функциональным телом, которое способно выполнять сложные задачи для счастья и успеха. Вот это главное, а терять здоровье, отдаляться от родных и близких, которые не понимают, почему дочь потеряла 30 кг веса и у неё выпали все ногти и волосы, тратить силы, время и ресурсы ради того, чтобы быть заложником системы – это просто неразумно. Но такова человеческая природа – искать смысл, искать идею. И так рождается чудовище, и сон разума рождает чудовище. Думаю, что для первого ролика достаточно. Запомните шутку противников сыроедения – все веганские блюда прекрасны, как гарнир к мясу. У меня материалы на 10 роликов такого толка. Задача данного видеосюжета – показать изнанку, обратную сторону подобных режимов питания. Выбор только за вами. Подробнее все моменты я обязательно разберу уже в рамках следующих выпусках о вреде белка, о научных исследованиях веганов и вегетарианцев. Но самое источненное, что я приготовил – это веганы и дети. И также разбор основного, на мой взгляд, главного довода адептов – защита окружающей среды. Действительно ли земледелие выгоднее скотоводства с точки зрения сохранения планеты? Обо всём в следующих выпусках. Спасибо. Друзья, я настоятельно прошу вас рассказать об этом ролике вашим друзьям, вашим коллегам, вашим близким. Даже если есть среди них сыроеды и веганы, это может спасти чью-то жизнь и сделать людей чуточку счастливее и здоровее. В сфере питания есть множество проблем, с которыми современные специалисты не только не знакомы, но даже не знают о том, что эти проблемы есть. Если вы хотите чаще видеть в своей ленте полезные научные материалы, которые реально работают и помогают решать проблемы, подпишитесь прямо сейчас на наш канал CMT-научный подход. Кнопка есть в углу экрана. Как вы знаете, у нас открылся сайт. На сайте мы публикуем максимально проверенные материалы по теме питания, здоровья, добавок и тренировок. Также для обсуждения у нас есть форум, где участники могут присоединиться к кругу людей, которые уже в нашей теме. А также легко найти людей со схожими интересами и взглядами. Поэтому не теряем шанс расширить свои познания. Ссылки на данный материал в текстовом виде есть в описании к видео. Там же есть ссылки на научные источники и литературу для тех, кто кричит, где же ссылки. Ссылки на мой сайт, на мою личную страничку ВКонтакте, на наш паблик ВКонтакте, на мой Инстаграм, на Твиттер тоже есть в описании к видео. Вступайте в паблик, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на все социальные сети, чтобы следить за новостями и всегда быть в курсе. Если у вас есть предложения по поводу тем новых видео, на форуме есть специальная ветка. Оставляйте свои комментарии в комментариях к видео и не забудьте рассказать друзьям об этом видео. Спасибо за просмотр и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей.